Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой Совершенный Код, которая постепенно завершается, скажу так. И сегодня начнем, вряд ли сегодня закончим, главу 31, вот, но начнем. И называется она Форматирование и стиль. И какое же содержание этой главы? Это основные принципы форматирования, способы форматирования, стили форматирования, форматирование управляющих структур, форматирование отдельных операторов, форматирование комментариев, форматирование методов, форматирование классов. ну 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 и о чем же это глава методики описаны в этой главе не влияют на скорость выполнения объем памяти и другие внешние аспекты программы но от них зависит насколько легко вы можете понять пересмотреть и исправить коду спустя несколько месяцев после его создания от них также зависит насколько легко другие смогут его прочесть понять и изменить в ваше отсутствие эта глава полна мелких подробностей которые обычно имеют в виду говоря о внимании к деталям в течение жизни проекта внимание к таким деталям влияет на качестве и итоговое удобство сопровождения создаваемого кода они слишком интегрированы в процесс кодирования чтобы их можно было эффективно изменить потом если вы вообще собираетесь их учитывать учтите их при первоначальном конструирование перед началом работы над групповым проектом дайте команде своей команде прочитать эту главу ну или киньте ссылку на мой видос и согласуйте общий стиль кодирования вы можете согласиться не совсем что здесь ну как бы прочтете или услышите да но я стремился не столько добиться полного одобрения моего мнения сколько убедить вас рассмотреть вопросы связанные со стилем форматирования если вы гипертоник переходите к следующей главе она вызовет меньше споров итак первая подглава основные принципы форматирования в этом разделе мы обсудим теорию хорошего форматирования остальная часть главы посвящена практике итак посмотрите на метод который приведен на экране этот метод синтаксически корректен он прокомментирован и содержит хорошие имена переменных и понятную логику если не верите прочтите его и найдите ошибку чего не хватает этому методу так это хорошего форматирования это крайний случай стремящийся к минус бесконечности на шкале способов форматирования с диапазоном от плохих до хороших а теперь посмотрите на менее экстремальный вариант этот код тот же что и предыдущий хотя большинство согласится что такое форматирование кода гораздо лучше первого примера но код все еще не слишком читабелен текст еще расположен слишком кучно и не содержит подсказок о логической организации метода такое форматирование соответствует ноль на шкале вариантов форматирования первый пример был на несколько надуман но второй не так уж редко встречается в жизни я видел программы состоящие из нескольких тысяч строк кода форматированные столь же плохо как и здесь а при отсутствии документации и плохих именах переменных общая читать бельность была еще хуже чем в этом примере этот код отформатирован для компьютера и нет никаких свидетельств что автор думал о людях которые будут читать его код теперь посмотрите на этот пример этот пример содержит усовершенствованный вариант это форматирование соответствует строго положительному значению на шкале вариантов форматирования с диапазоном от плохих до хороших теперь этот метод организован в соответствии с принципами объясняемыми на протяжении всей этой главы метод гораздо удобнее читать а усилия приложены к даме документированием и выбору хороших имен переменных теперь очевидны имена переменных и в прошлых примерах были столь же хороши однако форматирование было настолько плохим что от них не было пользы единственное различие между этим и первыми двумя примерами заключается в использовании пробелов и разделителей код и комментарий абсолютно одинаковы пробелы нужны исключительно людям ваш компьютер смог бы прочесть все эти фрагменты одинаково легко не расстраивайтесь если не можете сделать это не хуже вашего компьютера основная теорема форматирования основная теорема форматирования гласит что хорошее визуальное форматирование показывает логическую структуру программы создание красивого кода это хорошо а демонстрация структуры кода лучше если одна методика лучше показывает структуру кода а другая выглядит красивей используйте ту которая лучше демонстрирует структуру эта глава содержит массу примеров стиля и форматирования выглядишь выглядящих хорошо но искажающих логическую организацию кода отдавая на практике предпочтение логическому представлению обычно нельзя получить уродливый код если только сама логика этого кода не уродлива методики позволяющие хорошему коду выглядеть хорошо а плохому плохо полезней чем методики позволяющие любому коду выглядеть хорошо форматирование это ключ к структуре программ компьютеру важна исключительно информация о скобках или операторах begin и end а читатель человек склонен делать выводы из визуального представления кодов взгляните на этот фрагмент кода схема отступов в котором заставляет человека думать что все три выражения выполняются при каждом проходе цикла если код не содержит обрамляющих скобок компилятор будет выполнять первое выражение max elements раз а второе и третье по одному разу отступы делают очевидным и для вас и для меня что автор кода хотел выполнять все три выражения и собирался поместить скобки вокруг них но компилятору это не очевидно а а теперь посмотрите на другой пример человек читающий этот код будет склонен интерпретировать это выражение так что переменной x присваивается значение которое равно 3 плюс 4 результат умножить на 2 плюс 7 или 18 идея в том что хорош хорошая схема форматирования приведет в соответствие визуальную и логическую структуру программы то есть расскажет одну и ту же историю и человеку и компьютеру в вопросах форматирования возможно сильнее чем других аспектах программирования проявляется разница между взаимодействием с компьютером и взаимодействием с человеком меньшая задача программирования состоит в написании программы в понятном для компьютера виде большая в том чтобы написать ее так чтобы другие люди могли ее прочесть в классической статье perception in chase chase и саймон сообщили об исследовании в котором сравнивали способности экспертов и новичков запоминать позиции фигур в шахматах когда фигуры были расставлены так как это могло сложиться во время игры память экспертов во многом раз превосходила способности начинающих когда же фигуры были расставлены случайно то результаты экспертов и новичков отличались ненамного традиционно этот результат объясняется тем что память эксперта не существенно отличается от памяти начинающих но эксперты используют систему знаний помогающую им запоминать определенные виды информации если новые данные соответствует этой системе знаний эксперты легко могут их запомнить если же новая информация в эту систему не укладывается эксперт может запомнить ее ничуть не лучше новичка несколько лет спустя бен шнейдерман повторил результаты чейза и саймона сфере компьютерного программирования шнейдерман выяснил что если программные операторы расположены в осмысленном порядке то эксперты могли запомнить их лучше чем новички когда же операторы перемешивались преимущество экспертов снижалось результаты шнейдермана были подтверждены и других исследованиях основная концепция подтверждалась играх гол и бриджа а также в электронике музыки и физики после публикации первого издания этой книги хэнк один из программистов рецензировавших рукопись сказал я удивился что ты недостаточно активно ратовал за использование такого стиля скобок вы видите слева и странно что ты упомянул такой стиль скобок как этот который вы видите справа я думал что поскольку и я это не приводили доводы по в пользу первого стиля ты предпочтешь именно его ну первый стиль это тот который слева я ответил ты наверное имел ввиду что ты ратовал за применение первого стиля а то не второго не так ли тонни приводил доводы в пользу второго стиля а не первого хэнк ответил забавно последнем проекте над которым тонни и я работали вместе я предпочитал использовать стиль второй а то не первый весь проект мы спорили какой же стиль лучше полагаю мы уговорили друг друга предпочесть противоположный стиль этот случай а также исследование процитированные выше позволяют предположить что структура помогает экспертам воспринимать осмысливать и запоминать важные свойства программ опытные программисты часто упорно цепляется за собственный стиль даже если он очень сильно отличается от стиля применяемого другими экспертами но практический результат показывает что детали конкретного способа структурирования программы гораздо менее важны чем сам факт единообразного структурирования программ важное влияние которое привычный способ структурирования среды оказывает на процесс понимания и запоминания заставило исследователей выдвинуть такую гипотезу если форматирование отличается от схемы используемой экспертами она может повредить их способность читать программу такая возможность в купе не только с не только логическим но и эстетическим значением форматирования привела к тому что дебаты вокруг форматирования программ часто похожи на на религиозные войны они на философские диспуты грубо говоря очевидно что некоторые виды форматирования лучше других последовательное улучшение фрагментов одного и того же кода показанные в начале этой главы делает это утверждение бесспорным в этой книге я не буду избегать деликатных вопросов о форматировании только потому что они спорны хорошие программисты должны непредвзято относиться привычным для них способом форматирования и признавать другие варианты доказавшие свое преимущество по отношению к использовавшимся ранее даже если при переходе к новым методам возникнет некоторый начальный дискомфорт многие решения о том как должно выглядеть хорошее форматирование представляют собой субъективные эстетические оценки часто можно достичь одной и той же цели по разному вы можете сделать споры о субъективных вопросах менее субъективными если явно укажете критерии ваших предпочтений говоря объективно хорошая схема форматирования должна делать следующие вещи точно представлять логическую структуру кода снова повторим основную теорему форматирования главная цель хорошего форматирования показать логическую структуру кода для демонстрации логической структуры программисты обычно применяют отступы и другие не отображаемые символы дальше есть медианообразно единообразно показывать логическую структуру кода некоторые стили форматирования состоят из правил с таким количеством исключений что последовательно их соблюдать практически невозможно действительно хороший стиль подходит в большинстве случаев дальше что еще должна делать хорошая схема форматирования улучшать читабельность стратегия использования отступов соответствующая логике но усложняющая процесс чтения кода бесполезно схема форматирования использующая пробелы и разделители только там где они требуются компилятору логично но читать такой код невозможно хорошая структура форматирования упрощает чтение кода ну и следующее из следующие из хорошей схемы форматирования это выдерживать процедуру исправления лучшие схемы форматирования хорошо переносят модификацию кода исправление одной строки не должно приводить к изменению других в дополнение к этим критериям иногда во внимание принимается и задача минимизации количества строк кода необходимых для реализации простого выражения или блока критерии хорошей схемы форматирования могут служить основой для обсуждения возможных вариантов форматов помогая отличить субъективные причины в предпочтении одного форматирования перед другим оценка критерия с нескольких точек зрения может привести к разным выводам так если вы твердо убеждены что минимизация количества строк кода очень важна вы можете критиковать один стиль только за то что для списка параметров метода он использует на две строки больше чем кто-то другой так новая подглава способы форматирования вы можете получить хороший формат кода по-разному используя несколько инструментов для форматирования используйте неотражаемые символы для улучшения читаемости неотражаемые символы которым относятся пробелы знаки табуляции переводы строк и пустые строки это основное средство для демонстрации структуры программы вам вряд ли придет в голову писать книгу без пробелов между словами разбиение на абзацы и деление на главы может такую книгу и можно прочитать от начала до конца но практически невозможно просматривать ее в поисках какой-то мысли или важного эпизода еще хуже что такой формат книги не позволит показать читателю как автор намеревался организовать информацию структура предлагаемая автором дает подсказку о логической организации темы разбиение книги на главы абзацы и предложения показывают читателю как следует мысленно организовать тему если эта организация не очевидна читателю приходится самому ее домысливать что налагает на него более тяжкое бремя и увеличивает вероятность никогда не узнать как на самом деле организована данная тема информация содержащаяся в программе сосредоточена еще плотнее чем информация в большинстве книг если страницу книги можно прочесть и понять за одну или две минуты то большинство программистов не могут читать и понимать листинг программы со скоростью даже приблизительно сравнимой с этой программа должна давать гораздо больше подсказок о своей организации чем книга группировка это еще один способ применения не отображаемых символов то есть группировка взаимосвязанных выражений в литературе мысли группируются в абзацы хорошо написанный абзац содержит предложения относящиеся только к определенной идее он не должен содержать посторонних предложений точно так же абзац кода должен содержать только взаимосвязанные операторы выполняющих одно задание кроме необходимости группировать взаимосвязанные операторы очень важно отделять не связанные выражения друг от друга начало начало нового абзаца в книге обозначается отступом или пустой строкой начало нового абзаца в коде нужно указывать с помощью пустой строки пустые строки позволяют продемонстрировать организацию программы вы можете использовать их для деления групп взаимосвязанных операторов на абзацы отделение методов друг от друга и выделение комментариев хотя эту статистику тяжело применить на практике но одно исследование показало что оптимальное число пустых строк в программе составляет от 8 до 16 процентов если оно больше 16 процентов затрачиваемое то время затрачиваемое на отладку заметно увеличивается применяйте отступы для демонстрации логической структуры программы как правило операторы выделяются отступами иногда они следуют после некоторого выражения от которого они логически зависят существуют данные что отступы влияют на способность программиста понимать код в статье программ Indentation and Comprehensibility ого какое слово сообщается что некоторые исследования выявили корреляцию между наличием отступов и способностью к пониманию кода в тесте на понимание испытуемые показали результат на 20-30 процентов лучше чем когда программы использовали схему отступов из 2-4 пробелов то есть это когда программа использовала отступы из 2-4 пробелов на 20-30 процентов результаты были лучше чем когда программы вообще не содержали отступов то же исследование выявило что не только что нельзя не только недостаточно выделять но и чрезмерно подчеркивать логическую структуру программ меньше всего баллов за понимание получили программы совсем не содержащие отступов второй с конца результат принадлежал программам использующим отступы из 6 пробелов авторы пришли к выводу что оптимальными являются отступы из 4-6 пробелов интересно что многим испытуемым отступы из 6 пробелов показались удобнее чем другие даже несмотря на то что окончательный результат оказался хуже возможно это связано с тем что отступы из 6 пробелов выглядят приятнее но независимо от того насколько красиво они выглядят отступы из 6 пробелов оказались хуже читаемыми это один из примеров коллизии между эстетикой и читабельностью используйте скобки чаще чем вам это кажется необходимым применяйте скобки для разъяснения выражений состоящих из двух и более членов возможно в скобках нет нужды но они добавляют ясности и ничего вам не стоит например скажите как вычисляются вот эти выражения которые вы видите на экране пришлось ли вам задуматься о том как эти выражения вычисляются вот в чем вопрос можете ли вы быть уверенными в своем ответе без обращения к справочной информации даже опытные программисты не отвечают с полной уверенностью и именно этом и именно поэтому следует использовать скобки если есть хоть малейшие сомнения в том как вычисляется выражение ну на сегодня все сегодня коротенько прошлись вот потому что тут будут всякие примеры их будет много соответственно если я сейчас затяну это начну следующую подглаву то это будет черти что но в следующем видео продолжим продолжим форматирование и стиль разбирать ну а всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем и все такое всем пока